Приветствую подписчиков и гостей канала. Это Артём Карт. Сегодня у меня появилось немного свободного времени, и я решил съездить и посмотреть на мемориальный комплекс Вестернборг, где ранее, во времена Второй мировой войны, находился одноимённый концентрационный лагерь. В Вестернборг, куда свозили евреев, свозили цыган со всех Нидерландов. Эти люди хотели выжить, хотели спастись от фашистов, но, к сожалению, многие из них впоследствии отсюда были направлены в лагеря смерти для уничтожения лагеря смерти Бухенвальд, Аушвиц и другие. В общем, место вызывает максимально грустные чувства, но это история. Историю знать нужно, нужно историю анализировать, тем более сейчас тоже происходят страшные вещи, и очень многое из того, что происходит сейчас, вызывает ассоциации с тем, что было во Второй мировой войне, и перед ней я подумал, что вам тоже будет интересно посмотреть на этот мемориальный комплекс, поэтому приглашаю вас в небольшую прогулку. Добрался я сюда на машине, но взял с собой велосипед, чтобы посмотреть как можно больше. Дело в том, что сейчас здесь ещё и национальный парк, довольно красивый природный заповедник, и также здесь есть обсерватория, которая изучает космические тела, космические объекты. А ещё нам очень повезло с погодой. Нидерланды обычно это дождливая погода, это сильный ветер, но сегодня просто какое-то исключение. В парке очень-очень тихо, и легко можно представить, как несколько десятилетий назад здесь ходили вооружённые немцы, в поисках сбежавших узников этого лагеря. Эффект добавляет ещё лающая вдали крупная собака, возможно, даже немецкая овчарка. Но чтобы атмосфера была не такой давящей, здесь по всему парку установлены вот такие информационные щиты, в которых рассказывается про феномены космоса, про изучение других планет. А ещё хочу отметить потрясающий запах, который витает в воздухе, запах от хвойных деревьев. Я живу в деревушке, которая находится в окружении полей, поэтому я уже подзабыл, что такое запах настоящего хвойного леса. Класс! Первое интересное место, которое попалось мне, это вот такие вот локаторы, или как это правильно назвать, в общем, стенд для демонстрации звуковых волн. Смысл в том, что здесь могут стоять два человека, один с одной стороны, другой с другой, и они могут разговаривать шёпотом, и при этом они будут друг друга слышать за счёт вот этих вот тарелок. Ну, опять же, я сегодня один здесь. Вау! Уже, кстати, немного на уши давит. Нужно стоять и говорить вот сюда, и человек, который стоит вон там, он будет вас слышать очень хорошо. Интересно. Ещё один какой-то интересный стенд, посвящённый космосу. Рассказывается про Солнце, про его размеры, про его температуру. Но всё-таки я приехал сюда не для этого. Не для изучения космоса. А вдали виднеется что-то интересное. Так, телефон я выключаю. Включаю авиарежим. Пройти дальше невозможно, поскольку здесь колючая проволока. А здесь вот эти радиолокаторы, радиотелескопы, так называемые, для наблюдения за космическими объектами. Зрелище, конечно, впечатляющее. Ну вот я и приближаюсь к главной цели моего сегодняшнего путешествия в концентрационный лагерь в Вестернборг, где были направлены на смерть более 100 тысяч евреев и цыган со всех Нидерландов. Атмосфера максимально давящая. Ну а какая она должна быть в таком месте, конечно же, только такая. Я ещё вчера посмотрел фильм «Мальчик в полосатой пижаме». Наверняка вы его знаете. Это историческая драма, в которой главный герой это немецкий мальчик, сын фашистского офицера, которого назначили смотрящим за похожим лагерем. Только там уже был лагерь смерти, в котором уже прям убивали, сжигали евреев. И по иронии судьбы этот немецкий мальчик, он тоже погибает от рук фашистов. Кстати, сюда ходит автобус. Не обязательно приезжать на машине, не обязательно добираться через национальный парк. Можно добраться на автобусе. и я вижу, что вот виднеется уже здание, которое накрыто специальным куполом, для того, чтобы как можно дольше оно было в сохранности. Это здание как раз-таки начальника этого лагеря, который за всем здесь наблюдал и всем заведовал. Ну, по сути, главный злодей. В 70-х все бараки, практически все бараки были уничтожены. Здесь планировали заниматься земледелием, поэтому большинство бараков уничтожили. И вот только этот дом главного смотрящего сохранился. Ну, впоследствии местные жители, конечно, стали протестовать против проведения здесь каких-то ну, в общем, здесь оставили мемориальный комплекс. Давайте повнимательнее рассмотрим дом смотрителя этого консенсационного лагеря. Вообще, конечно, очень страшно. Страшно еще и то, что многие евреи, которые почувствовали уже опасность от набирающей силы фашистской партии, они еще до начала Второй мировой войны эмигрировали, бежали в Нидерланды в соседние и надеялись здесь найти безопасное временное убежище. Все они хотели вернуться обратно, но впоследствии, как мы знаем, Нидерланды также были захвачены Гитлером и его войсками, и люди, которые приехали в Нидерланды в поисках спасения, впоследствии были отправлены для уничтожения в лагеря смерти. Еще один артефакт этого места, два отреставрированных вагона, в которых набивали людей просто как селедки в бочке и отправляли на верную гибель. Наверняка это будка какого-то охранника, надсмотрщика, но больше всего эмоций добавляет то, что здесь по центру находится экран, где показаны бесконечно сменяющиеся имена убитых людей и также голос произносят имена этих людей. Простите, очень много эмоций, не могу собраться, чтобы рассказать, что это историческая фотография, на которой изображены узники этого лагеря. Женщины, дети, все они сейчас будут помещены в эти вагоны и отправятся туда, где их ждет гибель. Еще один монумент выполнен в виде множества таких кирпичиков. Каждый из этих кирпичиков символизирует жертву Холокоста, которая была отправлена из этого лагеря. Каждый вторник отправлялись такие поезда, наполненные людьми. Ну и считается, что примерно 102 тысячи жертв. Фашизма было отправлено из этого лагеря. Барак 56. Написано, что это один из немногих частично сохранившихся бараков. И похоже, что даже деревянные части они здесь оригинальные. Корпус новый, каркас новый, а деревянные балки, деревянные части они частично даже оригинальные. еще одна историческая фотография. От большинства вот этих бараков ничего не осталось. Они стояли здесь, здесь, в ряд, также вот здесь. Но сейчас это в лучшем случае такие насыпи земли и помогают понять, что же тут происходило только исторические фотографии. Еще один монумент, дающий сильные эмоции. вот такие вот рельсы и шпалы. Автор этого монумента Ральф Принц. Он также был узником лагеря Вестербург, но ему удалось выжить. Здесь 93 шпалы. Каждый из этих шпал символизирует поезд, который отправлялся из лагеря каждый вторник. Да. И вот эти поднятые в небо рельсы символизируют отсутствие надежды у тех, кто здесь оказался. Отсутствие надежды, отсутствие будущего. Да, это сильно. и вот здесь есть отреставрированный забор с колючей проволокой и вот такая вышка, которая окружала лагерь, в которых сидели, стояли, сидели охранники и в случае какого-то возможного побега они были готовы стрелять на поражение. кстати, именно сюда была доставлена еврейская девочка Анна Франк, автор знаменитого дневника, где она записывала все свои переживания, все происходящее вокруг. Да, и впоследствии она также была депортирована отсюда. я обязательно в ближайшее время посещу музей Анны Франк в Амстердаме. Дорога, которая ведет к мемориальному комплексу, по сути, построена на месте, где раньше была железная дорога, по которой уходили те самые поезда смерти и каждые примерно 100 метров здесь стоят вбитые шпалы, вот такие вот шпалы, на каждой из них содержится информация о том, сколько людей было отправлено в тот или иной день в Аушвиц. Да, это тоже производит впечатление. Возвращаюсь к парковке, там есть еще небольшой музей, где показаны вещи узников лагеря, а также вещи фашистских солдат. Возможно, я туда зайду сейчас, посмотрим. А пока наслаждаюсь лесным воздухом. Машины парковки уже сильно меньше и что-то подсказывает мне, что уже музей либо закрылся, либо скоро закроется. Какой классный Porsche здесь стоит. Но сегодня не про машины, сегодня про историю. Ну что, мне повезло, музей работает до 5 часов, поэтому сейчас я его посещу. Небольшое кафе, но поем я потом. А сперва нужно посмотреть экспонаты. Билет обошелся мне в 13 евро и мне сперва посоветовали посетить небольшой кинотеатр, где показывают оригинальный фильм того времени. Изъятые при депортации в другие лагеря личные вещи евреев, которые здесь содержались, прежде всего фотографии родственников, родных. Все эти люди надеялись когда-то увидеться снова, встретиться, обнять друг друга. А здесь можно послушать воспоминания тех, кто был в заключении и каким-то образом смог спастись. Сейчас у меня нет времени на это, но я уверен, что истории там очень душераздирающие. В музее сделан такой уголок для понимания каково было узником барака, какая была атмосфера, какой был быт. Трехъярусная кровать, чемоданы, внизу большой ящик с личными вещами заключенных. Здесь показан вид из окна. Подразумевается, что были вышки с охраной поблизости. Такие простенькие чайники, тазики, лампадка. Но я думаю, что в реальности все было, конечно, гораздо более аскетично и страшно. На этой карте наглядно показано, куда перевозили заключенных из Вестернбург в лагеря смерти. Вестернбург в Вестернбург Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну даже не городка, а города По меркам Нидерландов это довольно крупный Населенный пункт Чтобы немного погулять Но дело в том, что я здесь второй раз И плохо знаю какие-то местные достопримечательности Поэтому вряд ли расскажу что-то интересное Думаю, что на этом Можно прощаться Спасибо за просмотр, спасибо за внимание Надеюсь, что было хоть немного интересно Берегите себя в это нелегкое время И всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok